Внедрение целеустойчивого развития Внедрение целеустойчивого развития имеет важнейшее значение в городе и регионах. Это крайне важно, потому что сегодня 50% населения мира живет в городских агломерациях. По оценкам, в 2030 и 2050 году этот показатель будет составлять от 60 до 70%. Будет происходить дальнейшая концентрация населения. Это означает, что будет повышаться и концентрация угроз для окружающей среды и для населения. Города превращаются в очаги проблем загрязнения, проблем со здоровьем, с ресурсами, с безопасностью, неравенством также и социальными проблемами. Именно поэтому нужен особый подход для городов и регионов, направленный на повышение их устойчивости. От этого необходимо отталкиваться от целеустойчивого развития. Города и регионы также являются площадками, где мы сможем повязать различные целеустойчивого развития и внедрять их сквозным образом. Кроме того, в городах зачастую действует иной набор акторов, и управление может отличаться. Существует потребность в совместном управлении, сквозном управлении как со стороны государства, так и со стороны экономических акторов, а также депутатов местных органов власти и населения. Кроме того, депутаты и местные органы власти являются важными субъектами осуществления цели устойчивого развития в конкретных регионах. Именно они принимают решения о местных стратегиях развития и планирования. Благодаря этому возможна реализация ряда взаимосвязанных целей устойчивого развития, таких как вопросы здравоохранения, энергетики, изменения климата, инфраструктуры. Конечно, не забывая вопроса о биоразнообразии в воде или снабжении продовольствия. Для этого местные власти располагают рядом инструментов, включая инструменты планирования, которые зачастую рассматриваются как один из основных инструментов достижения цели устойчивого развития. И планирование помогает нам сформулировать концепции для территорий в среднесрочной и долгосрочной перспективе, разанализируя инфраструктуру и ресурсы. Во Франции, к примеру, существует ряд инструментов, которые называются документы планирования. На местном уровне это планы городской застройки, на межкоммунальном уровне схемы интеграции отдаленных регионов страны, на более широком уровне региональные схемы планирования устойчивого развития. Это, например, инструмент для французских и в других странах. Также есть инструмент планирования, который помогает им перейти на более устойчивое развитие территории. Это особенно характерно для Колумбии, которая имеет ряд инструментов на разных уровнях. У национального до местного важно отметить, что в Колумбии существует значительная административная и финансовая автономия муниципалитетов в управлении политикой планирования и развития. Это помогает им, выполняя национальный план развития на государственном уровне, выполнять ряд задач и на территориальном уровне. И именно на этом уровне будут выполняться цели устойчивого развития. В Колумбии проводится большая работа по проблеме сохранения ресурсов, а также по борьбе с неравенством и по увеличению занятости. В Бенине планирование и градостроительство подпадают под общую компетенцию государства и муниципалитетов. Поэтому там существуют кодексы развития и городского планирования и два основных документа – генеральная программа планирования и градостроительства, а также генеральный план городской застройки. Эти два документа позволяют местным и региональным органам власти определять стратегию, общее направление и полагаться на стратегические цели и, в частности, на вышеупомянутые цели устойчивого развития. Все это возможно, конечно, только при совместном управлении и привлечении граждан и населения, поскольку в противном случае мы не сможем реализовать цели устойчивого развития в регионах и в городах. Существуют также инструменты внедрения некоторых целей устойчивого развития в планировании, и, что особенно важно, на уровне агентства по контролю за окружающей средой потреблением энергии – это мера по борьбе с глобальным потеплением. На Франции существует два инструмента, а именно климат-практик – инструмент, который помогает управлять и определять подходы, связанные с климатом, а также внедрение по политике климат-воздух-энергии и ПКАЭП. Все это позволяет претворять жизнь в цель устойчивого развития номер 13. Существует также сертификат СИПРЖИТ – инструмент применения сквозной политики, муниципалитетов и межмуниципальных объединений, в котором предусмотрены вознаграждения за активную деятельность в течение четырех лет о принятии качественных мер в области энергетической и экологической политики. Это действительно важный инструмент борьбы с глобальным потеплением. И в рамках сертификата СИПРЖИТ осуществляется проверка и предлагается вести мониторинг участия местных органов власти в Конвенции МЭР. Конвенция МЭР является международной инициативой, которая ссылается на повестку дня устойчивого развития на 2030 год и подтверждает осуществление глобальных целей устойчивого развития на территориях и в городах. Конвенция МЭР – это ассоциация, которая в глобальном масштабе ставит проблемы климата и энергетики в городах, добровольно обязующиеся принимать определенные миры. В частности, можно привести пример Конвенции МЭР в странах Африки к югу от Сахары, где была предпринята попытка адаптировать цели устойчивого развития для Африки. В частности, в сфере решения проблем, изменений климата, доступа к энергии, здравоохранению и образованию, а также благосостоянию и устойчивости городов. В Конвенции МЭР в странах Африки к югу от Сахары в рамках филопроекта участвуют 13 городов, успевающих цели устойчивого развития в плане МЭР. Агентство по контролю за окружающей святой и потреблением энергии АДЭМ также является партнером этой организации. При учете всех этих стратегических вопросов в деятельности на местах и городском планировании можно пользоваться рядом инструментов, которые позволяют нам учитывать сразу несколько целей устойчивого развития. Следует помнить, что устойчивое городское развитие – это действенный способ улучшить качество жизни и уменьшить неравенство, а также риски для городов и их населения. Существование устойчивых городов должно опираться на их устойчивое планирование. И первым из инструментов для этого во Франции является АЕУ-2, экологический подход к градостроительству, разработанный агентством АДЭМ. Это инструмент для поддержки политических и статических решений в области планирования. Он позволит нам учитывать ряд цели устойчивого развития, в частности, все экологические и экономические вопросы. Также существует второй инструмент из трех инструментов сертификации – HRQ. АМИНАЖМО, он позволяет учитывать, все ли было включено в вопросах энергетики и ресурсов для отдельных домов и кварталов. Кроме того, существует такой подход, как ЭКОКВАРТАЛ, направлен на внедрение новых способов проектирования и строительства для управления городом. Этот подход касается абсолютно любого типа проектов, как модернизированных зданий, старых, так и новых построек, как в сельской, так и в городской местности. Подход ЭКОКВАРТАЛ – это не только обязательства, но и сертификация по 20 обязательствам. Отметим тот факт, что этот подход применим в любых условиях и для любой страны. Благодаря этому уже существуют примеры ЭКОКВАРТАЛов в различных районах мира. Например, в Китае, где существует ЭКОРАЙОН УХАЙ, где большое внимание уделялось управлению водными ресурсами, а также экономии энергии. Также есть пример Сантьяго де Кали в Колумбии, где муниципалитет действительно заинтересован в организации ЭКОРАЙОНов с экономическим элементом, а также поощрением развития экологических и местных рынков. В заключение можно сказать, что очень важно работать, учитывая цель устойчивого развития в городах и регионах, как на этапах планирования, так и при выборе застройки, потому что именно в городах в ближайшее время будет жить большая часть мирового населения. Кроме того, именно здесь возможно применять определенный сквозной подход к целям устойчивого развития и провести работу над вопросами управления и включение всех заинтересованных сторон в городское строительство и создание устойчивых территорий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова